всем почули добро пожаловать на мой канал парфюмерии ну что распогодилась одета я не по погоде я как рафи купила себе шляпу соломенную из ванпис кто смотрит напишите гум-гум но и вот для дачи взяла шляпу для пляжа не знаю вот нужно мне шляпа одеть ее некуда и поэтому отдела я на себя но я прям такая дачная леди вот азиаты так вот обычно ходят они со шляпами всегда я в таком же стиле оделась очень тепло не распогодилась и стало жарко так что сейчас буду разбарахляться хотела показать стиль такой азиатский у меня и у меня три за тестом была я в магазине на том же месте я где птицы кричат орут люди ходят так что если что вы знаете здесь я снимала видео про и в сант лорен если вы пропустили посмотрите погода тоже была классная тогда дело обзор на новинки и в сант лорен кстати заходила специально в корнер и в сант лорен думала кир подвезли кожу новиночку от и сант лорен но нет нету ее baby cut появился а ну и все остальные лавальер и так далее не знаю куда встать потому что там стоят люди за памятником и они могут периодически тоже выходить в кадр и здесь люди подходят близко к памятнику и тоже кадре так что не знаю извиняйте если вам люди попадают в кадр для это не специально как показывает практика лучше снимать обзоры отдельно тогда люди нацеленно ищут какой-то аромат не смотрят а так я снимала пачками по 10 ароматов почти просмотров нет и проделываю большую работу и труд а люди не находят эти ароматы куча новинок тестировала в берлине в гамбурге если вы пропустили поищите посмотрите ссылочки оставляю в инфобоксе тоже на это трачу куча времени тайм коды ставлю тоже на это время уходит и люди все равно недовольно пишут что им это не помогает ну извините такое отступление поэтому поделю видео на три части три обзора у меня tom ford electric черри он появился недавно его не было смог черри я тестировала три месяца назад примерно видео у меня в инфобоксе или на моем канале найдете хорошо его протестировала хорошо его узнала пирамиду не смотрела и как-то но тачки мне сами открылись не стала сравнивать и параллельно потому что у меня были другие ароматы цель у меня была за тестов и в принципе можно было бы сравнить но я так примерно помню как был тот аромат и про этот скажу просто отдельно может быть сравню может быть нет посмотрим потом у меня наконец-то валая появилась парфамс демарли и затестировала шла-шла и ну думаю ну пусть будет третий лилабо сантал 33 тестировала тестировала его уже но сейчас повторно затестировала и будем обозревать эти ароматы так что если вам интересно оставайтесь со мной и подписывайтесь на мой канал чтобы посмотреть и другие обзоры не забываем жесткое освещение хотя уже дело на вечер в городе полно народу в луи вайтон опять стоит 50 человек очередь не знаю когда мне хватит сил и терпения простоять всю в очередь в луи вайтон чтобы затестировать ароматы хотя вот луи вайтон вот пожалуйста иди тестируя ароматы и будешь в курсе но обхожу мимо сегодня даже в гучи очередь ну давайте начнем с том форда электрик черри у меня тут немножко остальные ароматы мною тестируемые сегодня слышны очень даже сильно на шею специально ничего не наносила хотя надо было лилабо 33 нанести ну да ладно что скажу по электрик черри хотела воспользоваться в этот раз шпаргалочка и посмотреть пирамидку но здесь интернета нет а времени у меня тоже нет и хочу побыстрее заснять и бежать домой поэтому буду говорить то что слышу в этом аромате на кожу я также нанесла эти три аромата и сейчас сразу же распознала где какой аромат и здесь у меня именно электрик черри электрик черри он наверное больше похож на lost cherry именно вот этой вот санталовой нотой такой косточковой миндальностью горчинкой такая вишневая нота но там мне вот она мешает в lost cherry lost cherry очень сладкий вишневый ликерный аромат но у него вот эта сандаловая нота очень яркая такого для меня запах краски лака вот этот вот красный флакон как будто покрасили и вот этой вот химии такой характерной китайской такой дешевый что ли когда покрасят и вот это какое-то изделие воняет вот этим лаком для меня вот lost cherry такой дает сантал и в электрик черри я услышал этот сантал но надо сказать что электрик черри смог черри они более прозрачные более легкие если lost cherry он такой плотненький такой прям для меня стойкий и очень шлейфовый там из другой комнаты его слышно и прям явная такая вишня аромат такой яркий кричащий но вкусный такой прям сладенький и стойкий для меня аромат на него тоже делал обзор если хотите посмотрите отдельно у меня мой тестер улетел ветер сильный все улетает а я еще не сняла обзор поэтому еще рано еще рано еще нет нет смог черри и электрик черри мне показались более такими водянистыми более такими прозрачными ароматами и там и там слышно вишня но здесь она вот вишня в электрик черри она больше дает отголоски от lost cherry чем от смог у смог было вишня но она такая была какого-то такого сиропчика коктейльчика характерная вишня но какая-то не сладючая здесь не аромат показался немножко сладким вот этот сандал был слышен вот это такая характерная краска но здесь она была такая легкая терпимая в лос черри у меня иногда голова болит от этого сандала в холодное время года я прям его ярко слышу а когда тепло то я больше слышу вишенку и здесь она была первые секунды приятно сразу узнала что лос черри вот если бы распылили бы и дали бы мне вслепую то электрик черри я бы сказала о так похож на лос черри то есть там прям вот днк лос черри слышно у смог черри я бы не распознала что это tom ford ароматы носибельные классные фланкеры классная альтернатива к лос черри кому надоело но кто любит вишню и не вот аромат тоже про вишню минимальная сладинка явно слышно вишневость но она как-то ушла все переходит какие-то такие деревьях и аромат довольно таки тихий по сравнению с валая из эль лабос сантал 33 он самый тихий и на коже он как-то так немножко что ли замыливается очень такой легкий нежный и им по стойкости не знаю его надо отдельно разнашивать и носить и смотреть как он будет сидеть потому что сейчас довольно таки он пропал сейчас у меня в носу и везде больше вот валая мне шлифит сантал 33 а вот он довольно таки тихенький прямо такая водичка водичка прям вот лос черри разбавили там я не знаю в скольки водах если вспоминать смог черри то смог черри мне показался менее похожим на лос черри и он показался мне совсем каким-то другим индивидуальным аромат про вишню но самостоятельный аромат электрик черри он больше схож с лос черри но опять же он не такой сладкий санталовость остается слегка вот эта лакированность краски запаха деревяшность сантала кому надоело с черри или кому он слишком яркий презентабельные то вот эти вот два фланкера новые вишенки они более носибельные более офисные они унисекс мужчине женщине вообще просто идеально нейтральные ароматы так что если вы любите лос черри или просто вишневые ароматы да даже не сильно вишневые ароматы советую за тесту потому что это носибельная вишня она не подбешивает она не гурманская она классно обработанная электрик черри больше про санталл не про вишню потому что вишня была только на старте может быть первые полчаса я ее слышала и в основном здесь аромат уже такой древесный приятный легкий а как вам эта новинка тестировали вы уже его понравился какой из трех ароматов вам больше всего напишите в комментариях будет очень интересно почитать я даже не знаю какой бы из них я выбрала троих наверно самый такой был хайповый и что-то новое было это лос черри там действительно все такое уникальное и классно вишневая но вот эти вот ароматы вполне себе тоже классные но конечно цена вот такие были первые у меня впечатления про аромат мне кажется из всех мне понравился из трех он менее всего потому что он быстро слетел потому что какая-то у него стойкость была и вот этот вот эффект вишни сантала он как-то был бау как спичка вспыхнула и все исчезло но аромат вполне себе носибельный окей но не дала бы такие деньги за него но только если совсем по хорошей цене ну или даром подписывайтесь на мой канал ставьте лайк я очень стараюсь и до новых встреч всем пока пока